Наука В тканях содержатся молекулы, которые, по мнению специалистов, могут стать основой медикаментов. Губки живут под водой, прикрепившись к скалам. Их довольно трудно изымать из их привычной среды обитания. Губки принадлежат не к миру флоры, а к миру фауны. Они живут и в условиях лаборатории, но главное – умело срезать губку со скалы и сохранить все ее жизненные функции. Подъем губок на поверхность – непростая задача, а потом следующий сложный этап – сохранить живыми и довести до лаборатории, которая находится в Океанографическом институте. Затем начнется следующий этап – расконсервация и наблюдение. В довольно большую по объему аквариум требуется поместить морские губок. Тут им создадут все условия от привычной среды обитания до пищи. Но значения имеют и другие факторы. Температура воды имеет первостепенное значение, не менее важен уровень освещенности. Мы стремимся к тому, чтобы воссоздать практически аутентичные условия. Тогда мы сможем получить те самые клетки, которые содержат требуемые нам молекулы. Мы забираем биологический материал, встряхивая губки. Так они выделяют нужную нам клеточную ткань. А затем мы собираем эту ткань, и она отправляется для исследования и наблюдения в лабораторию. Проект международный. Над его реализацией работают ученые из разных стран. Называется проект «Бамбу». Его развитие проходит под эгидой крупного технологического НИИ из Ирландии. После того, как получено нужное количество клеточной ткани, ее требуется очистить. И дальше на авансцену выходят химики и фармацевты. Именно они работают над созданием новых лекарственных формул, которые предназначены для лечения таких тяжелых заболеваний, как синдром Паркинсона или болезнь Альцгеймера. Почему вам нужны молекулы, имеющие океаническое происхождение? Мы полагаем, что мировой океан — среда довольно агрессивная. Чтобы в ней выжить, требуется наличие мощной иммунной системы, иной, защищенной клеточной структуры. А на обеспечение защиты нужны молекулы, наполненные разнообразными активными веществами, причем в сравнительно большом количестве. К тому же молекулы эти имеют строение, которое поддается воспроизведению методам химического синтеза. К тому же метод получения молекул гуманен. Мы берем только то, что нам нужно. Если речь идет об активных веществах, стало быть, они могут быть использованы для защиты и поддержания иммунной системы. А значит, они смогут бороться с такими тяжелыми заболеваниями, как рак. Еще один представитель подводного мира — это морской еж. У морского ежа система клеточного обмена напоминает ту, что есть у Homo sapiens. Но скорость ее значительно увеличена по сравнению с теми процессами, что проходят в организме человека. А если есть механизм деления, стало быть, и есть механизм, который делению может воспрепятствовать. А значит, с его помощью можно заморозить процесс деления клеток, способствующих развитию онкологических заболеваний. Судя по всему, фармацевтические ресурсы мирового океана, как естественные, так и синтезированные затем в лаборатории, поистине неисчерпаемы и почти не изучены, как полагают многие специалисты. На этом пути ученых ждут самые неожиданные открытия. Субтитры создавал DimaTorzok